Примерно полгода назад в ТикТоке ввели частичное ограничение для жителей РФ. Хотя приложение продолжает функционировать, пользователи теперь не смогут смотреть иностранный контент и беспрепятственно заливать новые видео. В связи с этим многие популярные блогеры начали пытаться обходить этот запрет при помощи различных сторонних программ и прочих рабочих методов. Но профиты, то бишь просмотры, количество аудитории, объемы заработка были уже не те. Поэтому большинство из них стали приходить на новые площадки. Reels и Shorts. Первый формат встроен в Инстаграм, а второй доступен на Ютубе. Таким образом, методы продвижения будущей монетизации немного изменились. Я уже выпускал видео, в котором тестировал найденные мной методы раскрутки ТикТока, но теперь пришло время обновиться и покопаться в возможностях новых площадок. Сегодня в видео мы расскажем, как легко и быстро набрать аудиторию Reels и Shorts, или реально ли набрать сотни, а то и тысячи подписчиков так же просто, как это было с ТикТоком, или же на новых площадках не существует легких методов. Мы найдем способы раскрутки и проверим, получится ли всего за сутки набрать активную аудиторию зрителей, чтобы в будущем монетизировать аккаунт. Также разберемся, какая из двух площадок может привести лучшие результаты, сравним схемы раскрутки от самых простых до более глубоких и сложных. Давайте же узнаем, как за один день стать популярным в Reels и Shorts и заработать на этом. На данный момент существует огромное количество способов заработка в интернете, но большинство из нас, как в случае с Reels'ами и ТикТоком, сталкиваются с проблемами и недопониманием. С чего начать, как все устроено и как выйти на достойный заработок. Но данный процесс можно ускорить, если пользоваться полезной информацией. Где ее найти? Поэтому я хочу познакомить вас с Telegram-каналом «Финансовый воротил», автор которого специально для вас подготовил качественный материал на тему, как заработать на удаленке. В статье детально описаны различные методы, в том числе для новичков, людей без опыта, без каких-либо вложений. Если вдруг этого материала для вас будет недостаточно, то на канале вы встретите подборку лучших материалов, где описаны прочие способы заработка. Материалы для развития, самообучение. С помощью этих материалов вы сможете начать, изучать и разбираться в программировании, трейдинге, заработке на Telegram-каналах и ботах, криптовалюте, NFT и многим другим актуальным сферам деятельности. Поэтому приходи по ссылке в описании и подписывайся на Telegram-канал «Финансовый воротилок». Начать разбираться в интернет-заработке никогда не поздно. Все ссылки в описании. Успехов! Для начала давайте разберемся, на что стоит обратить внимание во время поиска способов быстрой раскрутки. Как и в ролике про TikTok, я не буду использовать какие-либо собственные ресурсы, или же пытаться раскручивать уже готовый аккаунт, на котором короткие видео будут лишь дополнением к основному контенту. Мне важно найти способы, которыми сможет воспользоваться любой с нуля, без бюджета и даже анонимно. Большинство кайдов, которые встречаются в интернете, нам не просто не подойдут. Они предназначены для уже созданных активных аккаунтов с аудиторией. В нашем случае потребуется выбрать способы, которые помогут создать воронку для дальнейшего заработка. Например, можно перегонять трафферт на другие более продающие площадки, вроде Telegram, или же раскрутить аккаунт и продавать рекламу там, либо продать сам аккаунт. Чтобы понять, какая площадка подходит именно вам, давайте разберемся, в чем их разница. Если вы не хотите разбираться с нуля, и хотите выбрать что-то максимально приближенное к старому доброму TikTok, то это Instagram Reels. По сути, по функционалу площадка практически ничем не отличается. С недавних пор любой пост с видео автоматически конвертируется под Reels и отображается либо в общей ленте, либо в отдельной вкладке. Грубо говоря, теперь вообще все пользователи Instagram так или иначе пользуются этой опцией. YouTube Shorts же подойдет тем, кто готов вкладывать больше времени и задумывается о публикации полноценных видео. Парад контента на этой площадке чуть отличается от формата Instagram, поэтому вовлеченный зрителей может быть иной. Теперь переходим к самому важному. Как набрать первую аудиторию просмотра. И здесь я раскрою первый и самый важный секрет, который кардинально упрощает тактику и метод продвижения. В отличие от TikTok, в Instagram Reels и YouTube Shorts вообще отсутствуют ватермарке, они же водяные знаки. И с одной стороны, это огромное упущение со стороны сервисов, но с другой стороны, нам открывается целый пласт рабочих схем перезаливов. Использование неоригинального контента становится вполне легальным. Да, такой способ можно назвать неэтичным, но даже за спустя год после выхода моего ролика про TikTok, этот метод до сих пор остается рабочим. Пользователи все так же продолжают просматривать неоригинальный контент, даже если они его увидели уже несколько раз. Теперь копировать вирусное или мемное видео стало куда проще, чем обрезать плавающий логотип TikTok или же пользоваться сторонними программами для их удаления. Методы с перезаливами и нарезками являются единственными рабочими способами набрать аудиторию для пользователей, которые планируют заниматься этим анонимно, не создавая уникальный контент. С одной стороны, это самый быстрый способ набрать первых подписчиков, с другой, есть большой риск привлечь лишь неплатежеспособную аудиторию. К сожалению, знаний о перезаливах недостаточно для того, чтобы прямо сейчас идти раскручивать аккаунт. Давайте попробуем самостоятельно проверить, какие тонкости и детали нужно учитывать, чтобы набрать просмотры в кратчайшие сроки. Начнем с более популярного формата – Reels. Для этого создаем два аккаунта, чтобы протестировать сразу несколько методов. Я просмотрел материалы из самих Reels и выяснил самые рабочие способы продвижения. Первый метод работает на массы. Это контент, который направлен на широкую аудиторию вне зависимости от пола, возраста, местоположения и других факторов. Второй метод – работа на особую аудиторию, то есть контент, который интересен конкретной аудитории. Давайте попробуем на практике оба методов. Для первого я решил взять следующие темы – животные, нарезки, фрагменты из этап, интервью и уже проверенный в прошлом контент, фрагменты из фильмов и сериалов. Для второго я подобрал мемный актуальный контент для аудитории молодых парней. Здесь различные видео с щедами, сигмами, нарезками под фонг, с теми же фильмами и другими мемными роликами и так далее. То же самое можно подобрать и для любой другой аудитории, главное, чтобы это было вирусно на сегодняшний день. При выкладке роликов стоит обращать внимание не только на содержание, но и на выбранную песню, по которой будут находить наши творения. То же самое касается и тегов, которые можно указывать опционально. Выделяем на поиски и оптимизацию контента пару часов и вуаля, пул контента готов. Теперь мне осталось проявить немного терпения и постепенно заливать по 2-3 видео в день на наши аккаунты. Пока мы ожидаем первых результатов по рилсам, предлагаю перейти к ютуб-шортсам. Основная тактика пиара на этой площадке мало чем отличается, но в отличие от рилс, здесь существует привязка к контенту самого ютуба. Поэтому самый очевидный способ набрать аудиторию – это тематические нарезки. Вы можете создать канал, который будет генерировать контент по выбранной вами теме. Это может быть и сборник высказываний, хайлайты со стримов или просто мемные моменты от авторов, которые навряд ли пожалуются на ваш контент. Если такой формат кажется вам слишком сложным, то вы можете выбрать уже рабочие схемы. В шортс все так же хорошо работает контент с вырезками и кликбейтными отрывками. Вы сможете публиковать тематические подборки и фрагменты из кино, сериалов или игр. Лично я создам два канала и протестирую обе тактики. В первом случае я просто дружу готовый контент, фрагмент интервью под знакомую всем музыку, а на второй канал я перезалью видео с кликбейтными вставками из малоизвестных фильмов. Хочу добавить, что если вы планируете в будущем развивать свой контент, то для полноценных роликов вам придется создать отдельный канал, иначе продвигать их станет намного сложнее. Теперь, когда я залил нужный контент, на обе площадки не могу не упомянуть тикток, который все так же продолжает свое развитие, но не для пользователей из РФ. Если вдруг вас не устраивают такие площадки, как Рилс и Шортс, то вы можете попробовать свои силы в иностранном тиктоке, тестируя показанные сегодня схемы и заодно и наработки из моего прошлого ролика. Но предупреждаю, что сторонний софт, виртуальные номера для регистрации и прочие популярные методы, которые можно найти в интернете регистрации в тиктоке, не особо безопасны. Пора делать выводы, какой способ продвижения контента показал себя лучше всего. Начнем с Рилс. Здесь, напоминаю, я публиковал несколько видео по двум тематикам на два аккаунта. Первый метод сработал относительно неплохо. Я подобрал довольно вирусные фрагменты из фильмов с небольшим кликбейтом. Мне удалось собрать 8 тысяч просмотров и более 100 лайков. Искользясь в фидбэк, ожидаемые ЦА действительно стали люди с абсолютно разными интересами. Второй метод показал результат куда лучше. Мембные нарезки и тематические видео про Сигма поведение получили куда более активный отклик. Неудивительно, что аудитория нашлась вполне подходящая. Теперь я могу продолжать публиковать похожий контент, набирать активную базу подписчиков. Суммарно я набрал более 12 тысяч просмотров и примерно 200 лайков. Но что делать дальше? К сожалению, такая площадка как Рилс, в отличие от ТикТока, не позволяет создавать сложные воронки. Поэтому единственным способом монетизации и дальнейшего развития является добавление ссылок на ваши ресурсы в описании профиля. Это позволит вам перегонять аудиторию, например, в Телеграм-канал. Но не стоит забывать, что вы всегда можете дублировать контент в Инста-истории, где впоследствии можно продавать рекламу. Результат не заставит себя долго ждать, если публиковать контент каждый день. Теперь давайте обратимся ко второй площадке. Ютуб Шортс. Скажу сразу, что результат меня крайне порадовали. Эта площадка показала себя намного лучше. На первом канале я выкладывал глубокие мысли под нужную музыку и добился вполне неплохих результатов. 5 тысяч просмотров и чуть больше 100 лайков. На втором канале все сработало тоже неплохо. Еще бы, ведь я выбрал, пожалуй, лучший вариант по набору охватов. Это нарезки и фрагменты с кино-сериалов. 14 тысяч просмотров, 350 лайков. С уверенностью могу сказать, что данный метод показал наилучший результат. Возможно, некоторые из вас скажут, что такая тактика годится только для продвижения собственного телеграм-канала, в котором люди публикуют полные версии фильмов, скрывая названия в самих роликах. Но могу вас заверить, что на данный момент пользоваться таким методом не обязательно. Аудитория только больше проникается доверием к вам, если вы не стараетесь от нее чего-либо скрыть. Например, итоговая воронка для релиз может выглядеть следующим образом. Сначала набор аудиторий за счет коротких видео. Далее, набрав первую аудиторию, нативно даем ей возможность перейти на наш телеграм-канал с авторским контентом, рецентами или подборками с фильмами, которые вы публикуете. Как итог, у вас есть две площадки в виде релиз и телеграма, в которых есть возможность продавать тематическую рекламу. На YouTube Shorts вы сможете делиться тематическим контентом с кино, сериалами, играми и хайлайтами стримеров или блогеров и выкладывать уже полноценные видео. То есть Shorts это некий прогрет для будущего основного контента. Я уверен, что вы не раз встречали огромное количество каналов, которые делают нарезки с любимыми блогерами или же публикуют полные версии роликов, которые набрали высокие охваты в самих Shorts. Теперь у вас открывается возможность делать то же самое. Вы можете смело повторять эту тактику и довольно просто без бюджета даже анонимно развивать свой канал. Если вам не слишком интересен формат с полноценными роликами, то вы все так же можете перегонять аудиторию на ту площадку, которая покажется вам максимально удобной и комфортной. И релиз и Shorts на данный момент позволяют с нуля начать путь креатора, даже несмотря на неоригинальность контента. Его абсолютно так же будут продвигать алгоритмы, особенно если ваш канал только что создан. Возможно, такое решение можно назвать нечестным по отношению к другим создателям, но я могу у вас заверить, что первые публикации все так же продолжают получать крупные охваты, как и в случае с ТикТоком. И как же можно на этом заработать? На самом деле вариаций монетизации данного способа заработка довольно много. Если вы планируете получать пассивный доход, то я советую вам использовать воронки к привлечению трафика на сторонние площадки. Выбирайте тематику, публикуйте на площадку, перегоняйте трафик в Телеграм, Релиз, Шортс и ТикТок. В Инстаграме можно продавать рекламу в сторис, а на Ютубе заниматься полноценными видео и публиковать рекламу там. Если же вы не планируете заниматься такой деятельностью продолжительное время, то для вас всегда доступна возможность продажи ваших аккаунтов, но только в случае, если вы действительно добились внушительных результатов. Показанные сегодня методы облегчат этот путь, поэтому каждый из вас имеет все шансы найти для себя несложное занятие, которое может приносить доход. Вполне возможно, такие кейсы помогут вам набрать портфолио и стать вполне себе легальным хайлайтером у крупных блогеров с достойной заработной платой. Но хочу напомнить, что как и в любой другой деятельности, чтобы добиться значительного успеха, необходимо заниматься этим вдумчиво, соблюдать дисциплину и корректировать контент-план в зависимости от ситуации и трендов. Важно понимать их и уметь подстраиваться под выбранную тематику. Все дополнительные материалы к видео вы найдете в моем телеграм-канале. Как обычно, ссылочка находится внизу в описании под видео. Телеграм-канал строго для элиты, галочка есть. Попробуйте подписаться, если удастся, то поздравляю. Вы-то самая элита, потому что не элита будет кикнута. А с вами был Саня Харчевиков. Ставьте лайк, если вам понравился этот ролик. Обязательно подписывайтесь на канал и напишите свои интересные комментарии внизу под видео. Какая схема вам показалась наиболее интересной? И как думаете, получится ли у Рилс или Шортс набрать большую аудиторию, чем у ТикТока? Покажите это видео своему любимому питомцу. А с вами был Саня Харчевиков. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова